Музыка Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Свершилось. Церковь называет Пасху восьмым днем творения, потому что именно в этот день во всей полноте осуществилось величие замысла Творца. Господь воскрес и сей день даровал нам Господь. Возрадуемся, возвеселимся. Прихожане и паломники восторженно рассматривают обновленный собор великолепия пасхального убранства. Огромная паникадила – настоящее произведение искусства. Фрески, иконы, ковчеги с мощами. Но совсем скоро все сосредотачиваются на самом главном. Евангелие читают на нескольких языках в память об апостолах, на которых сошел Святой Дух. И они, простые, неграмотные рыбаки, заговорили на незнакомых им доселе языках и отправились с евангельской проповедью по всему миру. Почти бессонная ночь. Для многих пролетела незаметно. В полдень нужно непременно быть здесь опять. Я всю ночную службу был в храме. И я причастился. И потом пошел домой, поспал немного. И потом сюда пришел, чтобы встретить благодатный огонь. Скороходы так называют этих людей. Они доставляют благодатный огонь по всему миру. Сначала из Иерусалима в Москву, а оттуда специальным рейсом в Крым. Акция, которую мы начали в 2014 году, символизирует божественное одобрение и покровительство того выбора, который сделал народ Крыма в том году. Всей нареченный Святый день, Светлого Христового Воскресения, я хочу поблагодарить вас, уважаемые Владимир Витальевич и Андрей Геннадьевич, руководство и сотрудников фонда Андрея Первозванного, а также всех тех, благодаря кому мы ныне имеем возможность прикоснуться к одной из величайших святынь мирового православия. Андрей Семенов не забыл еще об одном важном событии – юбилея правящего архиерея. Я от имени фонда поздравляю нашего дорогого Владыку Лазаря с юбилеем, которое мы празднуем в эти дни. И позвольте подарить вам небольшие подарки – это православный календарь от Пасхи до Пасхи и альбом, изданный нашим фондом через 25-летие. Духовенство и верующие бережно передают друг другу частички святыни, укрывая от движения воздуха из открытых дверей. Я, конечно, понесу нашему болящему другу, человеку, который очень много сделал для православия в Крыму, председателю фонда искусства во имя Христа Георгию Каганашвили и его семье. Потому что именно в эти дни нужно относить огонь тем, которым он больше всего нужен. Благодатный огонь, осветивший обновленный храм, приумножил, конечно же, хороших мыслей о людях, имеющих амбиции и желающих прикоснуться к телу истории, к чему-то великому и значимому. Смерть, где твоя жала, ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен, воскрес Христос, и пали демоны, воскрес Христос, и ликуют ангелы, воскрес Христос, и жизнь торжествует. Поздравить с 80-летним юбилеем правящего архиерея, митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского собрались духовенство, монашествующее, паства и почетные гости. Самых достойных архипастер отметил высокими наградами. Священники и монахи, известные крымчане, получили из рук владыки ордена за высокие заслуги перед лицом матери церкви. Аксиос! Аксиос! Аксиос, Аксиос, Аксиос. После праздничной божественной литургии митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь услышал много теплых и добрых слов в свой адрес. Поздравляли Владыку с юбилеем искренне от чистого сердца и желали многое и благая лето. Владыка, хочу обратиться к вам с самыми главными словами нашей жизни. Христос воскресе! Воистину воскресе! Эти слова просвещают, обновляют, утверждают жизнь в наших сердцах, помогают нам увидеть иное качество бытия, ощутить великий, глубинный, нехватный нашему уму божественный замысл о спасении всякой твари и всякого человека. А той божественной любви, которая снизила на землю, приобрела образ человека, садилась в рабом, приняла распятие, погребен и воскрес для того, чтобы мы обожились, чтобы мы стали наследники Царства Небесного. От всего сердца желаю вам крепости Духа, долгих лет служения Престолу Божию, милости Божией и хочу поздравить еще и с юбилеем, с тем служением, которое вы осуществляли в большую часть своей жизни, во славу Божию, на благо Матери Церкви. Служили Престолу, проповедовали Слово Истины, совершали кератонию, строили и открывали храмы, открывали новые монастыри, совершали то, что совершает Бог в сердце всякого человека, любящего Своего Творца и действующего по Его заповеди. И как мы сейчас видим, спустя многие десятилетия Господь благословил ваши дела, ваши усилия, ваши труды. По владам их узнаете их. И мы узнаем, дорогой Владыка вас, права Христова по тем телам, которые вы совершили, во славу Божию, из любви к Матери Церкви, ради спасения ближних, ради просвещения и обновления и утверждения веры в Крымской епархии, в Древней Таврине, где проповедовал Слово Божие апостол Андрей Первоспанный, где совершал свое служение святителя, лукав, исповедник и чудотворец, где было много и много великих святых. В этот особенный день хочу вам еще раз и еще раз пожелать милости Божией, крепости, здравия и еще раз долгих лет служения престола Божия. Много и благая обеда, дорогой Владыка и Аркепастер. Дорогой Владыка, в этот день поздравляю вас с великим праздником праздника и торжеством святой Пасхой Христовой. Мы представители духовенства нашей богоспасаемой Северопольской и Крымской епархии, которую вы возглавляете уже с 1992 года, пришли поздравить, как совершенно верно заметил сейчас Владыка Нестор, вас, конечно, и с Пасхой Христовой, но и с великим юбилеем. Но также ныне отмечаете вы и еще один юбилей. Это 65 лет, как вы находитесь на послушании Святой Матери Церкви. Потому что, когда вам исполнилось 15 лет, 65 лет назад, ваша мама Дарья Михайловна, Царство и Небесное, привела вас в Свято-Духовский скид Свято-Успенской Почаевской лавры и оставила там по вашему желанию, по вашему тихотению к молитве Божьей, к монашескому деланию, напутствовав такими словами, там тебя, сынок, плохому не научат. И действительно, Почаевская лавра стала для вас тем высшим университетом, той высшей академией, академией любви, академией послушания Святой Матери Церкви, Священному Началью, которую вы не просто успешно завершили, а, выйдя из нее, затем преподаете это всем нам, тем, которые вас окружают, тем, которых вы рукоположили, тем, кого вы обучали в духовно-пасторских курсах, в духовном училище, затем в Таврической духовной семинарии. Дорогой Владыка, любите, пожалуйста, этот живой цветок, чтобы мы знаем, что вы любите все живое, все неприходящее, все неискусственное. Пусть он радует ваше сердце в эти пасхальные дни, и пусть эта радость продвинется как можно дольше. Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогой Владыка, примите и от монашества Симферопольской Крымской партии искренние поздравления с Пасхой Христовой, и с юбилеем, 80-летием. Крымская земля в этом году торжествует на Пасху вдвойне, потому что ее архипастер пришел к такому прекрасному возрасту. Дорогой Владыка, 27 лет вы на кафедре Симферопольской Крымской партии. Когда вы пришли на Крым, вы обрящили десяток храмов и ни одного монастыря. Все монастыри были в руинах и в развалинах. Сейчас 16 действующих монастырей в Крыму. Сейчас более 500 храмов. Это ваши заслуги, и вы вошли уже в историю как Созидатель и Открыватель опять Святой Тавриды. Дорогой Владыкой, вы являетесь наследником Святого апостола Андрея Первозванного, членом ученика Климита Римского Мартина Исповедника и многих святителей, которые утверждали христианство на Крымской земле. Уже много сделано вами трудами, уже много построено, и этот великолепный собор, который мы сегодня вселиться с Дреем, и радует наш глаз, эта прекрасная роспись и вся утварь и убранство в этом соборе, главном соборе нашей Крымской земли. Дорогой Владыка, это все свидетельствует о ваших трудах. Но мы молим Бога, чтобы сейчас, Владыка, Господь дарил вам еще много лет возглавлять Крымскую епархию, для того, чтобы все построено, теперь обновлялось и было духовно созерцанием, чтобы все духом обрастало. Дорогой Владыка, просим святых молитв за всю Крымскую епархию, за наше монашество. Христос воскресе! С юбилеем покипания! Горное лето! Горное лето! Ваше Высокопреосвященство, дорогой наш Владыка, наш ректор и наш отец, позвольте мне, Владыка, поздравить вас сегодня от имени всей профессорской преподавательской корпорации и всех воспитанников Таврической духовной семинарии, бессменным ректором, который Вы являетесь, замечательным юбилеем и с Пасхой Христовой. Мы знаем, Владыка, что у каждого предмета есть свой центр, но не в этом центре осуществляется его жизнь, потому что у центра есть ядро, и оно не самое главное. Самое главное – это центр ядра. Духовная, церковная жизнь в Крыму сосредотачивается, ее центром является Симферопольско-Крымская епархия. Но ядро этого центра – это ее духовенство, а Вы, Владыка, являетесь центром этого ядра. И нам очень важно и очень дорого, чтобы центр ядра был крепок и был горяч, как мы слышали сегодня из евангельских слов, исповедовали Лука и Клиопа, «Разве не горело сердце наше, когда он был среди нас и говорил с нами?» Горячее сердце – это всегда признак понимания Христа и признания Христа. О Христе много можно читать и много можно говорить. Мы слышали сегодня, люди спорили друг с другом о Христе, и что самое парадоксальное – самим Христом спорили о Христе, и никто его не узнавал, но узнали лишь в преломлении хлеба. Духовное образование в церкви – это не центр, это не ядро, это центр ядра. Христос никому не позволял учить, ни исцеленным людям, ни бесноватым, ни самому дьяволу, хотя они правду говорили сыном Давидом, сыном Божиим, исповедовали с одной целью, чтобы никто не исказил его учение. Господь сам учил о своей церкви, и доколе не воспитал и не образовал 12 учеников, а позже и 70 учеников не оставил в церкви. Поэтому вы, Владыка, возродив семинарию духовную, обеспечили самое главное – возможность кристального чистого получения под вашим четким присмотром сообщения церковного предания во времена. И самое умилительное для архипастерского сердца поздравление от воспитанников воскресной школы при Свято-Троицком женском монастыре. Маленькие прихожане неизменно словословят своего Владыку и никогда не остаются без архиерейских гостинцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова